В лимитированных коллекциях они всегда доработаны вручную, они подписаны вручную, они докрашены вручную непосредственно Мартиной, и уже этим они вызывают много радости. Первый аромат, получается, что Мартина создала два аромата страсти в красных флаконах, то есть цвет жизни, цвет страсти, и она наделила, как во французском стиле, двумя направлениями. Первый руш – это цветочно-фруктовый аромат, здесь ноты сладких фруктов, белый мускус, иланг-иланг, жасмин и их любимые, то есть вот оно сочетание, о котором я говорила, дуэт, мега-женственность, да, и привлекательность, жасмин и базовые ноты бензоин, белый мускус и ваниль. То есть у Мартины почерк, в принципе, угадывается. Практически во всех ароматах есть белый мускус и ваниль. Белый мускус есть тоже двух видов, есть с ванильным аккордом, есть с фруктовым аккордом. У Мартины с ванильным, то есть добавляясь к ваниле, он идеально садится на кожу, то есть любой аромат Миколев, если он пошел и хорошо как бы сел на кожу, он становится продолжением. То есть нету ощущения, что аромат сам по себе, а обладатель сам по себе. Вот, и что характерно для этих ароматов? Во-первых, классная коллекция и как бы на подарок. И что для них характерно? Это сейчас их время. Второе можно чуть-чуть еще, чтобы было холоднее, вот, потому что здесь вообще животные ноты и пудра. Все, кто брал, говорят, мужчины просто падают в обморок, говорят, просто ходят за мной, у нас одна клиента, говорит, какая экстравагантная. Она купила второй руж себе. Я говорю, просто, я говорю, все останавливают, все, говорят, просто в шоке. Я говорю, ну, конечно, там столько животных ноты, пудры, а вы хотите, чтобы аромат оставлял кого-то равнодушный. Вот. Конечно, в принципе, очень эмоционально. Ну, а надо, ну. Первый аромат более, более ориентирован все-таки на цветочное звучание, с фруктовым, легким фруктовым аккордом. Но тоже, кто любит цветы, кто не любит, то выбор других ароматов очень большой. Это первый. Ну, вот второй, второй руж. Все, Хольчик, пока. Да, спасибо. Это первое. Второе, сейчас я покажу, вот этот именно манки. Да, и второй руж, это пудра. То есть, восточно-цветочный аромат с нотами фиалки, орхидеи, ваниль, животные ноты. Вот. Именно ярко выраженный такой вот лапдан, он дает такой тоже древесный такой, в сочетании с ванильный, такой древесно-пудровый аккорд. Вот, ноты фиалки. И помимо всего прочего, здесь еще именно содержится пудровая нота, ярко выраженная. То есть, она как бы не натуральная. Но для того, чтобы подчеркнуть пудровый аккорд, плюс животные ноты. Ну, вот вы поймете, о чем я говорю. Вот представьте, чуть-чуть погоду, ну, вот где-то ноль минус. Вот, когда немного будет не такая влажность, а именно сухой морозный воздух. Это просто потрясающе. Одна капля, и он именно изысканный и благородный. Он не сладкий, он не, ну, как бы, нету в нем приторности. И вот такая... Это вот этот акс эффект, да? А? Это вот этот акс эффект. Да, 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 акс эффект, да, точно. Но клиент, конечно, там просто. Или на ней он так, ну, как бы, раскрывается. Но аромат действительно очень красивый. Он нарядный тоже, его надо, он обязывающий. Какая цена, Ален, нарушена у нас? Нет. Меньше. Три с чем-то. Второй рушь потрясающий. Я говорю... Не совсем цветочный, но вот вкусный, да. Вкусный? Первый ярко выраженный, да, цветочек. Кто любит вот претензию, вот цветы. А этот такой, женщина-кошка, да. Это арабский бриллиант. А, арабский бриллиант. Так, я уже и гаячок, а гаяк знаете, да, аромат? На всякий случай прихватило. Это именно мягкий восток. Арабский бриллиант. Аромат создан был для роскошного принца. Ну, как бы отстенком мягкого востока. Да, то есть аромат абсолютно без каких-то тяжелых удовых нот. Хотя удовые ноты присутствуют. И что характерно для удовых ароматов... Да, да, всего хорошего, до свидания. Что характерно для удовых ароматов Джеффри, что у них уд обязательно пересекается с каким-то цветком. То есть уды, уд, джеффри, мужские, все очень чувственные. И все очень эмоциональные. И если в первой ноте мы видим бергамот и звездчатый анис, то в ноте сердца идет герань, иланг-иланг, ландыш и уд. То есть цветочный букет, закрытый удовыми нотами. Ну, и прекрасная база. Это мускус, сандал, амбра, смолы и кедр. Аромат очень мягкий. То есть мы его тестировали на... Ну, его покупали многие мужчины. Он... Никакой нет аптечного уда. То есть никаких таких нот. Он очень мягкий. И именно у Джеффри в удовых коллекциях обязательно присутствует уд со цветами. То есть я считаю, что это одна из таких эксклюзивных, можно сказать, находок. Он конкретного парфюмера. Потому что уды настолько мягкие. И уды вот Джеффри спокойно покупает. Даже первый уд 2003 года у него, классический уд, он и то со стеблями роз идет. То есть они все облагорожены цветочными компонентами. Но ведь не даром французы говорят, как о сексиенах. Они вот, когда подрастают и становятся взрослыми, сколько я взрослых уже встречала, они такие глубокие, наоборот, они интересно ухаживают. И Джеффри такой же. Джеффри взрослый. Да? Да, он красивый, очень красивый, Ром. И он мягкий. То есть в нем нет вот этой жесткости. Вот. Вот именно как звучит красивый уд сочетание с цветочными гранями. Потрясающе. Не было уда, не было такого красивого. Не было уда, тоже. Да, да. Потому что вот все очень взаимосвязано. Бывает так, что даже вот взять роял Росуд, убери из него уд. Это просто будет компот. Сладкий компот, фруктовый. Добавили уд, все, аромат моментально изменился, стал породистым. Самый стойкий. Тема Монпарфамов. Монпарфамов у Мартины Миколев 3. Первый, самый мой любимый, это Монпарфам просто. Монпарфам Кристалл и Монпарфам Голд. Ну, Монпарфам, вы знаете, да, был, создавался, Джеффри, специально для Мартины, несколько месяцев. Она долго выбирала. Да. А, два года, да? Вот. Два года точно. И она долго не могла согласиться с каким-то рецептом. Да. Вот. И он ей создал, видно, такой калаш из компонентов. То есть там и красные ягоды, и почули, и ветивер, два мужских компонента, и шоколад, и карамель. В общем, он создал вот такое чудо. Действительно, аромат безумно комплементарный. Его обожают. И у нас есть клиенты, которые, ну вот, приходят, смотрят на Монпарфам и говорят, а мне, ну, я только Монпарфам люблю, все. Ну, я его буду заканчивать и покупать, и покупать, и покупать. Для меня это тоже любимый аромат. Причем, сейчас его время, он стойкий. То есть он узнаваемый, и он обращающий на себя внимание. Будем распылять его? Да. Или нет? Влатаран не заканчивается? Да у нас. Вот. В этот раз вылезет еще на дочь. Не пойдем. Держите. Последние. Последние два аромата. Последний стрих. Да. Вы опомнились. Всяду в аромат. Сейчас как вы, не на улице. Ой, да, я еще в поиск присяду. Я тоже. Да, смотри. Дружка, я хорай медитировать. А? Смотри, будет папка в мандаринке. Мон парфам. Еще два аромата, и все, и закончим с коллекцией. Следующий аромат, это Мон парфам кристалл. Он был создан, когда он появился. Перед этим была коллекция ванили. Ой, если вы застали ее. Ваниль флёр. Ваниль флёр, да. Клон ванили флёр. Только ваниль флёр больше цветочных компонентов. А здесь все-таки персики. Кто-то любит персики. Два компонента, это мадагаскарская ванили, персики. А? Я думала, мне кажется, что это очень сложный. Очень сложный. Клон клоном, ну да. У Джеффри бывает так. Вот он создал коллекцию арт. Там 101 аромат, ну, женский. Один в один конкрозет, который сняли с производства. Но люди хотят конкрозет, ну, примерно за 50 долларов, они хотят за 3 тысячи там его покупать. А когда появилась ванильная коллекция, вот ваниль флёр, и потом появился Мон парфам кристалл. Причём Мон парфам кристалла время морозы. Он летом вообще не звучит, несмотря на свои персики и ванили. Вот, а ваниль флёр был выпущен именно к летней коллекции. Вот, возможно, в этом где-то их разница. Потому что вот это время, осень, холодная... Ваниль флёр – это летняя коллекция? Конечно, да. Специально к лету в песочке там... Просто был пшик. Дело в том, что ваниль риэнд, знаете, вот этот амбровый аромат? Он вообще только на солнце. Он только на солнце именно звучит. Его абсолютно нет смысла никакого наносить в холодное время года. Он именно когда жара, вот когда солнце именно на кожу вот так нанесли, и солнце пошло, он разогревается, вот эта амбровая ваниль. Какая-то, почему нам визнание пошёл? Есть ароматы, вот, например, кристалл вышел, ну, появился у нас где-то зимой, и он ушёл. Под Новый год его покупали, потому что он был, вот, он был к месту. Летом он не звучит абсолютно, этот персик с ванилью, он немного, ну, приторный. А морозы он именно облагораживает. Вот, Ален. Как он называется, кристалл? Ну, парфюм кристалл, да. А где, Аленка, слайд? Нет? А он на туча. Шлайд. И можно уже две. И третий уникальный аромат, то есть он... Вот, кто любит Ананду Блэк, ну, Ананда Блэк, конечно, более, более цветочная. Какой? Попало плохо. Попало плохо, так, сейчас мы распылим, давайте. Нанеси полностью. Я же хочу, просто уже не хочу убивать людей нагрузкой такой парфюмерной. Ну, вы уже там по-богатому, да, можно, если что, передать. Вот, кристалл. Вот, кристалл аромат. И напоследок, Ален Парфюм Голд. Буквально в двух словах, это цветы и древесина с ладаном. Вот ладан закрытый древесно-цветочным таким аккордом. Аромат мега-стойкий, там одна капля, буквально, если клиент купит, пусть наносит себе, может, даже на пульсирующую точку на затылок, и все. Даже никуда в область шеи. Потому что аромат мега-стойкий. И тоже такой вот нарядный, богатый. Но вот ладан, именно если люди захотят, ладан, он какого-то интересного, чтобы он не доминировал, но присутствовал. Вот можете Мон Парфюм Голд показывать. Ну, и ладан церковь не надо, не надо. Ну, подобрать. Ну, так для тыисов. Есть же у артизанов вот этот аромат «Дорога в ад». И там доминируют два аромата, два компонента. Это ладан и лилия. И вот говорят, что есть такая легенда. Вот человек наносит, если ты хороший человек, на тебя ладан раскроется. А если плохой, то лилия. Какой аромат? Дорога в ад. Я хочу поговорить. Артизан. Как он называется? Артизан. Артизан. Ой. Это Далфер, наверное. Да. Далфер. Да. Поверь, я очень далеко. Три минуты у вас есть. Меньше. Меньше. Я очень далеко от оккультизма, но я сильно не боялась. Если вы за первый раз приехали, ребята, занимались организацией в офисе помещения, поднимаясь к администратору, где зал номер один. Он говорит, вы проходите через эту теплую зону, и дальше будет прямой длинный светлый коридор. В конце этого светлого коридора поворачиваете, и там зал номер один. Мы как раз, да, мы все прошли. Да, да. Я думаю, да. Ну что, давайте... Спасибо большое, что вы к нам пришли. Олег Николаевич. Мы долго не вам не показали. Надеюсь, что вы все оставили мне свои контакты. Мы эту презентацию заактивируем вам. Гориль, ты эти положили, не я? Баба. Потому что далеко-далеко не все вы смогли показать и рассказать. Если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Если есть предложения, пожалуйста, обращайтесь. Не стесняйтесь. Нужны вам картинки, нужны вам вижуалы. Пожалуйста, решите, мы с удовольствием вам. Вот когда Дима у нас есть, надо бежать. Я предлагаю поаплодировать Маечке. Да, спасибо. И вам спасибо. Хочу от себя вам сказать, что вы очень стойкие люди. Вы большие молодцы. Спасибо за терпение. На самом деле, это очень тяжело. Я уже давно сварился, на самом деле. Спасибо вам большое. Вы молодцы, что вы развиваетесь. Мы будем работать дальше. Мы вышли вам видео, не обработанные, обработанные. У нас на YouTube-канале. Если что будет интересно, можете писать, звонить. Мы всегда рады ответить. Посоветовать что-нибудь интересное и рассказать. Потому что мы видели, слышали и знаем. Мы вас не выгоняем, но нас выгонят через 10 минут. Поэтому у вас есть 10 минут посмотреть. Олег Николаевич. Спасибо большое. А, Андрей, отцепите. Отцепите от меня. Микрофон. 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 Продолжение следует...